Ну вот. Это первый слайд, да, Александр? Отлично. Получилось. Ну вот смотрите, если так грубо и общо вот так разделить всех консультантов компании, всех, вернее, кто зарегистрирован в компании Mary Kay в российском отделении, то мы прослеживаем с вами две составляющих. Это клиенты для себя, которые пришли в компанию за продукцией. Они сразу об этом сказали, я иду за скидкой в компанию Mary Kay. Я одна из них. И консультанты по красоте. Это люди, которые сразу, приходя в компанию, шли на работу, на профессию консультанта по красоте и планировали, планируют развиваться профессионально как консультант по красоте. Теперь следующий вопрос к аудитории. Кто пришел в компанию сразу же с желанием стать профессиональным консультантом по красоте? Опять процентное соотношение, да? То есть речь идет о том сейчас, что у нас в российском отделении очень большой, или даже мы когда разговаривали, обсуждали этот вопрос с Олегом Кручининым, руководителем нашего регионального центра, он сказал, к сожалению, профессиональных консультантов у нас меньшинство. То есть подавляющее большинство – это клиенты для себя в российском отделении. В сравнении в Европе, вот приблизительно так вот, если тоже взять, обобщить, то процент прямых клиентов в компании составляет не более 10%. Понимаете? А у нас не более 10% – это профессиональные консультанты по красоте. Можете себе представить, насколько умные и бережливые русские женщины, они просто подписываются везде и под всем, чтобы просто доставалось дешевле. И когда Елена Чепокова рассказывала нам о треугольнике о том, что вот есть масс-маркет, есть мидл, то в нашей стране еще до сих пор после Советского Союза, видимо, существует такое, особенно женской аудитории касается, состояние финансовое, что все-таки мы стремимся купить подешевле. Даже если мы уже по плану чего-то там достигли, и у нас есть неплохие доходы, у нас есть все равно какая-то вот эта установка с детства, что нужно дешевле. Кто из вас не покупал хлеб по талонам в детстве? Вот я покупала, я это хорошо помню. То есть это есть немножечко уже генетически у нас вросшее в голову, что нужно стараться искоренять. И это часто касается наших клиентов, которые говорят нам дорого, на встречах наших с клиентами. И то же самое касается консультантов, которые, приходя в компанию, почему-то считают, что стартовать в бизнесе с тремя базовыми единицами – это очень дорого. И сейчас вот как раз август был показательным, когда мы работали с сумкой по 500 рублей, да, то есть мы брали чем? Скидкой. Ну, в общем-то, на русских сработало, неплохие результаты. И, в общем-то, есть два принципиальных отличия между консультантами по красоте и клиентами для себя. Консультант по красоте смотрит на вас, и она хочет так же, как вы. Выглядеть, работать, делать то же самое, что делаете вы, зарабатывать так же, как зарабатываете вы, и развиваться так же, как развиваетесь вы. Клиент компании – это тот человек, который привлекает только косметическая продукция. Скорее всего, ее не интересуют ни ваши значки, ни какие-то там достижения, и уж тем более возможности компании Mary Kay. Консультант по красоте чаще всего отвечает на приглашение, посещает собрание бизнес-группы, звонит сама и задает вопросы о работе консультанта и о карьере консультанта по красоте. Но в то время как клиент для себя, она предупреждает, что не собирается проводить классы, посещать мероприятия, и вообще вся эта дальнейшая тема, все, что за гранью, за пределы тюбиков, это вообще не про нее. Я могу сказать про себя, что я была как раз таки вот этим клиентом для себя, когда пришла в компанию. Но, видимо, какая-то внутренняя установка, в детстве я мечтала стать учительницей, немножечко на меня повлияло, и я попробовала провести первый класс через месяц после того, как я пришла в компанию. И у меня получилось, и поэтому моей отравной точкой было то, что мне просто хотелось поиграть в эту игру, провести класс, поработать учительницей. Но вот, слава богу, на меня это повлияло, а могло и не повлиять. Вот поэтому и на самом деле редко, когда такой прям прямой клиент становится очень успешным консультантом. На самом деле для этого требуется очень много времени и очень много изучения различной методической литературы, посещения всех обучений, посещения всех семинаров для того, чтобы прорасти, очень много над собой поработать и получить те результаты, которые получают самые успешные консультанты по красоте. Либо прийти изначально уже с целью на бизнес. То есть вы уже готовы воспринимать Mary Kay как бизнес, и когда вы приходите, или ваш консультант-новичок приходит и говорит, что она хочет строить бизнес в компании Mary Kay, это уже о многом говорит, и вам крупно повезло, что вам достался такой новичок. Чаще всего получается совсем наоборот. И мы идем по пути наибольшего сопротивления, работая с нашими новичками. Как у нас получится второй раз? Нет. Кнопочка. О. В связи с этим встает вопрос, когда у нас в компании, ну вот, например, анализируя бизнес-группу или команду, мы можем даже сейчас мысленно прокрутить, сколько у нас консультантов по красоте сейчас в командах? Наверняка их немного, да? Остальные все клиенты для себя. И клиенты для себя начинают периодически делать продажи. То есть у них возникают какие-то вдруг клиенты, хотя она приходила как клиент со скидкой для себя. У нее начинаются какие-то встречи, ей нужна какая-то продукция, она может обратиться сейчас за продукцией к вам. Вот вы знаете, у меня там на работе попросили тушь, вот можно вот пока под заказ, пока посылка придет, чтобы вот клиент, как говорится, не ушел, надо срочно. И мы что делаем? Обычно, мы же все очень добрые, сердобольные, мы просто даем, да, не спрашиваем дальше, не вникаем, что там на самом деле происходит. Что за человек, почему тушь, почему черную, а не коричневую, почему ультра, а не новую, да, или там еще что-то. И не выясняем вообще на самом деле, по какой цене человек продает эту продукцию, да? Вот положа руку на сердце, кто не грешил скидками? Вообще ни разу в жизни никогда. Сколько вы в компании работаете? С апреля, а вы? Два года. Вот вам прям аплодисменты. И держитесь дальше. Но, опять же, процентное соотношение нашей сегодняшней аудитории не даст соврать. Скидки делали все, по разным причинам, в разное время, да, и зачем их делали? Вот себя, если даже спросить, а зачем мы делали скидки? Вот зачем? Зачем-то мы гнались, видимо, в этот момент. Ну уж точно, мы же не зарабатывали в этот момент денег, и уж явно это было не после класса сделано, когда мы потратили два часа времени на аудиторию, я извиняюсь, там выдохлись, ну вообще пожертвовали чем-то ради этого класса, и тут сделали мы скидку, вот какие мы интересные мисс благотворительности. Это же нелогично, да? Вот, поэтому нужно, наверное, начинать работу правильно с новичками. С новичками, которые пришли для себя в компанию, нужно оговаривать очень важные моменты, которые могут вам в будущем, как лидерам бизнес-групп, как главным организаторам, ну, во-первых, послужить очень хорошим имиджем, вы будете в глазах своих прямых клиентов даже выглядеть очень профессионально. Если вы будете выстраивать с ними следующие отношения, нужно сразу же объяснять прямому клиенту ответственность. У каждого из нас, подписывая договор, есть ответственность. Определенная ответственность от компании прописана в договоре купли-продажи, которую подписывает каждый новичок, если он оформляется сам. Если вы за него это делаете, то он даже не видит договора и никогда, может быть, его и не увидит. Если почитать, там есть запрет на продажу продукции со скидкой, но, опять же, не до всех эта информация сразу доходит. Поэтому вы можете составить сами сейчас и переписать вот эту ответственность, которую я написала. И по секрету могу вам сказать, что как раз сейчас с моей подачи, я думаю, что очень многие лидеры этим вопросом заинтересованы. Юридический отдел компании «Марикей» разрабатывает специальный дополнительный листок для прямых клиентов в компании, который нужно будет подписывать одновременно с договором купли-продажи официально, и на нем будет стоять печать компаний. Приблизительно с такими же условиями. То есть, а именно, консультант компании берет на себя ответственность не совершать продажи со скидкой по каталогу, не подбирать программы по уходу за кожей без окончания школы новичка, не распространять, как это люди называют очень многие, косметику всем желающим, которые якобы все сами знают или были на классе и так далее и тому подобное. Очень часто мы встречаемся с такими людьми, якобы бывшими клиентами, но даже если они были в 99-м году клиентами, какой смысл ей сейчас приобретать продукцию, линейка которой сменилась на 80% совершенно с тех времен без посещения класса. Не нужно этого делать. Человек не попробует, приобретет что-то, но потом неизвестно, какие будут последствия. И о любых просьбах она обязуется потенциальных клиентов, всех направлять к вам и сообщать цель встречи с этими людьми, чего они хотят. Определять варианты развития отношения с теми людьми, которые к ней обратятся как к участнице клуба «Морякей», за какими-либо советами, либо за продукцией. Как вам такие вообще правила? 20% из зала только за. Большинство воздержится, да? Сейчас, сейчас, сейчас начнутся вопросы. Только после класса по красоте. Компания «Морякей» имеет… Не лезь в воду, не зная броду. Совершенно верно. Это как раз. По каталогу продажи совершают компании Avon, Ariflame и так далее по списку. Наша компания имеет бесценное, неоспоримое преимущество, прекрасный инструмент для продажи продукции. Это бесплатный класс по красоте. Девиз консультантов по красоте нашей компании «Попробуй, прежде чем купить». И если ваш клиент попробовал полистать странички каталога, прежде чем купить оттуда что-то, то он никогда в жизни не поймет, что есть такое сервис компании «Морякей», что есть такое компания «Морякей» в принципе. И кто такой консультант по красоте, для нее так и останется на всю жизнь загадкой. Понимаете? И даже если вокруг кто-то появится, кто будет говорить и хвастаться, что у меня есть консультант по красоте, она будет тоже говорить, да ко мне тоже девочка приходит с сумочкой. Понимаете? У нас, к сожалению, в России испорчена репутация консультанта по красоте и опущена профессия консультанта по красоте, о чем мы сейчас и кричим. У нас, у лидеров, крик души. То есть мы, пробираясь через все эти тернии, да, мы пришли к статусу лидерства, но мы столкнулись с такой пропастью работы, а эта работа очень сложная, потому что это работа с людьми. Попробуй-ка переделай сейчас всех тех, кому уже навредили так называемые консультанты по красоте. Этого мы сделать уже не в состоянии, к сожалению, поэтому… А можно это как-то вернуть? Перемотку? Поэтому нам приходится сейчас вводить какие-то такие вот моменты, радикальные, может быть, на первый взгляд, но в будущем они все нам сослужат очень добрую службу. Ну ладно, пойдем дальше, да? Давайте. Так, это мы прошли. Это мы прошли. Теперь следующий. Теперь обязанности организатора, привлекающего клиента к компании. То есть если все-таки на вашем пути встретилась женщина, которая упирается и говорит, нет, хочу соскид, хочу к вам, но только для себя. Понимаете, если вы ее не оформите, она найдет путь, как прийти к нам в компанию. Поэтому лучше вы, осведомленная личность, консультант по красоте, возьмите на себя работу над этим шефством, над этим прямым клиентом и сделайте следующее с ним действие. Первое. Объяснить клиенту его обязанности и сказать о возможности в любой момент начать свой бизнес с морякой. То есть дверь мы оставляем открытой для этого человека. Второе. Ознакомить ее посредством классов по красоте со всем спектром продукции и продолжать знакомить с новинками ежеквартально. То есть по большому счету мы вешаем себе на шею этого человека. И это наша ответственность, и мы должны ее нести. Ну хорошо, сделайте эти классы открытыми для всех прямых клиентов, которые у вас оформляются. Либо попросите своего лидера, чтобы она помогла вам организовать такие классы. Проведите их сами. Не свешивайте эту ответственность на лидера бизнес-группы. Проведите их сами, эти классы. Учитесь на своих прямых клиентах. Это прекрасные, благодарные ученики. Они-то точно закажут. Ну не вам лично, но в компании вы получите свои комиссионные вознаграждения. Вот. И знакомьте их с продукцией, потому что они пришли сюда за продукцией. Не нужно этим людям рассказывать о карьере и постоянно капать ей на мозг тем, что надо ходить на собрания, посещать мероприятия и так далее. Если человек не хочет, ты его все равно не заставишь. Поэтому оставьте ее пока на том уровне, который ее интересует. А в будущем, раз в год, может быть, вы будете к ней приходить с предложением, посетить там что-нибудь. Может, она сама через год, а может, раньше попросит у вас дополнительной информации о том, что еще может себе позволить консультант по красоте. Вот чем отличаются принципиально консультанты от прямых клиентов компании. И может ли она снять с себя ответственность, которую она взяла при подписании договора о нераспространении разглашений и вообще военной тайне? Вам интересно вообще это все? Вам страшно работать в таком режиме? Или я укола не боюсь, если надо, уколюсь прививкой такой? Ну и последнее, как бы такое, не последнее, но очень важное, вести с клиентом компании диалог как с потенциальной хозяйкой классов и консультанта по красоте. Она все еще только клиентка. Понимаете? Все равно осталась она клиенткой. И по сути своей, и по своему внутреннему состоянию она осталась клиенткой. Ей будет по-прежнему приятно получать от вас подарки. Ваше внимание. Это все для нее будет очень важно. Но только раз уж она подписала устав о неразглашении, то куда же девать всех тех желающих, мы сейчас поподробнее об этом поговорим, которые появляются на ее пути. Ну, например, ее мама, сестра, подружки и так далее. Все, кому интересна наша продукция и то, чем она пользуется. Они у нее видят дома на полочке «Мэри Кэй, Мэри Кэй, Мэри Кэй, Мэри Кэй», а ты нам ничего не рассказываешь. Мы уже там оговорили, что этих всех людей она либо направляет к вам для работы, для классов по красоте, либо вы обсуждаете с ней варианты. Например, если это близкие родственники, то она может собрать класс с этими людьми, вы проводите этот класс, и она может их оформить в компанию, в свою команду, к примеру, и выполнить какой-то конкурс. Возможно, это станет шагом к ее принятию решения стать консультантом профессионально. Потому что очень часто мы слышим от наших прямых клиентов, периодически разговаривая с ними, они говорят, «Этим же нужно заниматься. Это же надо тратить свое время. Хорошо, не хочешь тратить время? Приводи людей ко мне, будь отличной хозяйкой класса, получай подарки и продукцию бесплатно в подарок, а я буду получать новых клиентов либо консультантов». Понятно? У кого проблемы с хозяйками классов вообще существуют? У кого их хозяек нет, и вы никак не можете их родить? Что, так мало людей, что ли? У всех остальных все в порядке с хозяйками классов? Да вот у меня, например, такая проблема всегда стоит. Я всегда новую хозяйку ищу. Так вот, смотрите. Прямые клиенты компании, клиенты компании – это отличные хозяйки класса, уже которые подписались под этим, причем абсолютно спокойно. И они этого не боятся, и они точно знают, что они действительно будут получать и подарки, и внимание, и признание, и будут посещать, что самое важное, классы по красоте, на которых они будут снова смотреть на вас, как на консультанта-профессионала, они будут снова переживать эти же самые эмоции, как клиент, они снова будут получать очень много каких-то таких… в общем, к ним будут приходить мысли, которые будут их продвигать все-таки к статусу профессионального консультанта. И вот это, кстати, очень важная работа, когда вы ведете диалог с клиентом компании, как с хозяйкой, с настоящей хозяйкой класса. Вот у меня такие хозяйки класса сейчас из прямых клиентов уже несколько появились, и мне так хорошо живется от этого, потому что каждый класс, на который приходят гости по ее рекомендации, по их рекомендациям, каждый класс с отличными продажами проходит, просто замечательными, потому что люди хотят. Давайте следующий слайд. Ну вот это мы уже практически сейчас обсудили с вами. Развивайте дальнейшие отношения с теми, кого она вам направляет. Возможно, среди них ваши потенциальные бизнес-партнеры. Наверняка и скорее всего, потому что это люди действительно, которые пришли к вам с большим желанием, большим желанием пользоваться продукцией. Но так как их подруга, так скажем, прямой клиент, ничего не может им рассказать толком, не показать им класс, они включаются, естественно, на ваш профессиональный уровень. Если ваш профессиональный уровень достаточно высок, то вы получите благодарных клиентов и потенциали очень даже может быть бизнес-партнеров, настоящих, уже непрямых клиентов, которые, минуя свою подругу, вы сами знаете, да, как сложно выстраивать отношения с подругами, близкими, родственниками, когда вместе в компании, в одной команде. И это ваши, так скажем, подшефные, да, люди, с которыми вы работаете, это сложновато сделать. А здесь как бы вот… И сколько таких ситуаций, когда человек, который не работает в компании, ну, вот, предположим, прямой клиент или консультант, которая сначала что-то вот рванула вперед, потом бросила это все дело, люди остаются без внимания, и они совершенно не знают, чего делать. То есть они, скорее всего, либо завяжутся этим делом совсем, либо они все равно к вам, как к лидеру придут впоследствии, и вы ее будете развивать. Так не проще ли ускорить этот процесс? Уж с личной этой командой мы как лидеры, мудрые женщины, поработаем всегда. Это у нас могут руки не дойти до команд наших главных организаторов, потому что времени физически не хватает. А так они будут вашими, и у вас очень много будет от этого преимуществ. Ну и, конечно, работайте с ней по золотому правилу. Она это оценит и всегда будет проложительно влиять на ваш бизнес, а не подрывать его. Как часто бывает, что прямой клиент компании пришел, и всех тех, которым, людей, которым вы раньше провели классы с ее рекомендацией, когда она еще клиенткой была, вроде бы как мы ей их передали, ну теоретически, так скажем, да, сказали, ну теперь ты же оформилась, ну давай сама занимайся, да, а она ничего не делает. Мы и клиентов потеряли, и ее потеряли, и опять Mary Kay компания плохая. конечному потребителю, компания Mary Kay снова будет не удовлетворять их потребностей. Ладно, дальше что у нас? Ну вот это вот очень важные правила. Относитесь к вашему бизнесу так, как бы вы хотели, чтобы ваш бизнес относился к вам. Это относится и к привлечению, и к созданию мини-склада, и к вашему имиджу, и к многим-многим моментам, в общем, ко всем составляющим в бизнесе. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил вам доходы определенного уровня, вы должны в этот бизнес сегодня вложить в два раза больше. Законы бизнеса таковы. Сначала нужно вложить, а потом получить. Сначала вкладываем, потом получаем. И не только деньги, но и мы вкладываем в своих людей, да, мы развиваем, мы тратим на это очень много времени, сил своих, может быть еще чего-то. И в итоге, естественно, мы получаем, но мы получаем в растянутом во времени виде. То есть как бы вкладываем сейчас, первые три месяца, а результаты от этого новичка могут быть, могут не быть, но если они будут, то они будут в течение года, например, полутора, двух, трех лет. Вы будете возвращать себе те вложенные, все, что вы вложили в нее, уже позже. И вот момент, который стоит помнить. Новичок читает модель бизнеса «Марикейс вас, не глядя в учебник, покажите ей все лучшее, на что вы только способны». Это говорит о том, что вообще большинство женщин визуалы. Надеюсь, вы со мной согласитесь или не согласитесь. Есть тут люди, которые на слух хорошо воспринимают, или лучше посмотреть, а еще лучше потрогать. То есть, когда ты на классе и ты смотришь на этого консультанта, на чей класс ты попал, попала вернее, ты можешь сразу же, во-первых, судить о компании «Марикейс», судить о продукции, как она работает, работает ли она вообще. Если я на лице консультанта по красоте не вижу декоративной косметики, лично у меня встает вопрос, а что за компания такая косметическая, когда я косметики на лице не вижу. Для меня это важно. Либо там, ну и так далее. Как человек себя ведет. Ну, в общем, от кончиков ногтей до кончиков волос нас рассматривают так под лупой. Полтора часа на классе, потом на индивидуальном завершении 5-10 минут, вот так вот уже в таком состоянии. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. И, естественно, все аксессуары, которыми вы пользуетесь, все то, что вы говорите, насколько вы владеете терминологией бизнеса, насколько вы владеете просто вообще ответами на все вопросы, интересующие клиентов. Ну, короче говоря, профессионал вы или нет. Если вы профессионал в своем деле, то вас обязательно купят. И вам будут готовы платить. А если профессионализм, я извиняюсь, в пути, ну, когда-нибудь будет, может быть, я сейчас попробую сначала, проведу пару классов. Получится, буду дальше. Не получится, не буду. Так вот, я вас сразу же хочу на берегу предупредить. Первые два класса точно не получатся. И последующие 22, возможно, тоже. До тех пор, пока вы профессионально не подготовитесь. Нельзя прыгать с места в карьер. Вы приходите в профессию. Профессия консультант по красоте – это очень многогранная профессия, которая совмещает в себе, ну, просто несколько профессий. Понимаете? Начиная от психолога, заканчивая, я не знаю, ну, в общем, вот если уже лидером бизнес-группы быть, так тут еще и вообще очень много чего нужно знать. Вот. Поэтому этот профессионализм нарабатывается, естественно, не сразу. Компания предлагает два учебника в сумке Deluxe, которые все вы получили. Это основы бизнеса и гид по продукции. Эти два учебника несложно прочитать. В институтах и школах мы прочитали в тысячи раз больше книг и литературы, ну, вот кто хорошо учился. И если для вас принципиально важно, как о вас думают люди, вот для многих консультантов, новичков это важно. А что про меня подумают? Так вы подготовьтесь как профессионал, тогда про вас все хорошо и подумают. А если вы выйдете, как бы переаудитория, ну, и вот я не знаю, я потом вам скажу, позвоню. Ну, можно три месяца еще вот это вот терпеть. Но после трех месяцев станет не очень комфортно выступать на аудиторию, получать вопросы самые разные, не владея информацией, давать какие-то свои ответы придуманные. Почему очень много баек и легенд про нашу продукцию ходит? То, что сами же консультанты их и родили на классах по красоте, когда стояли и сочиняли отмазки на какие-то вот влов вопросы. Вот, понимаете? Поэтому два учебника — это святое. Школа новичка, она проводит у нас, ее Татьяна Налобина в нашей национальной линии, но она у нас экспресс, курсом таким проходит три дня. Вы знаете, школа новичка проходит на собрании еженедельно, по понедельникам в каждой бизнес-группе, уважающий себя лидер проводит собрание каждую неделю. И вы можете получать самую разную полезную информацию для бизнеса еженедельно, дозированно, чтобы успевали ее переварить. Давайте следующий слайд. Процесс работы с новым консультантом по красоте. Вот несколько шестеренок, которые, если сложить вместе, будут очень хорошим механизмом. Во-первых, конечно же, провести для нее классы по красоте. Человек должен попробовать всю продукцию. Именно у вас узнать все об этой продукции. Так как вы ставите свой бизнес, так вы и будете впоследствии, такие плоды вы и будете пожинать. Никто другой не должен за вас проводить ваши классы. Не ваш лидер, не ваш главный организатор. Нет. Бизнес ваш, личный. У нас же статусы у всех независимый консультант по красоте, а не подшефный Маши Сидоровой, который за меня классно проведет класс, а я заберу потом заказы и потом посмотрим, что из этого вырастет. Понимаете сейчас, о чем речь? Поэтому сами проводите классы для своего новичка под свою ответственность. Вы вкладываете в свой собственный бизнес, вы развиваете свой бизнес. Далее. Привить любовь к продукции и принципам компании. Ну, прививать любовь к продукции нет нужды, когда люди посещают классы. Это происходит автоматически. Но если не проводится класс, то любовь к продукции приходится прививать годами. Например, она пришла у вас, оформилась после класса по уходу за кожей, а все остальное, ну, ей было некогда посещать и вообще там, ну, какие-то были причины вам отказать. Поэтому не нашли возможности с ней пообщаться, ушел клиент. Если найдете возможность все-таки ее в течение нескольких месяцев провести через все классы, то будете иметь очень хорошего клиента для себя, который будет заказывать регулярно на 4 базовых единицы. И они будут вам иметь значение, играть роль в ваших объемах команды. Ну и принципы компании. Конечно же, золотое правило. Попробую прежде, чем купить. И так далее. По списку. Вера, семья, карьера. Это все нужно проговаривать, проговаривать, проговаривать. Среднестатистический человек усваивает где-то через 21 повторение информацию. Особенно женщин это касается, эмоциональные мы. Поэтому мы сначала видим бантики, потом фантики, потом ближе подошли, оболочку ковырнули. Потом, когда до начинки, до сердца дойдет, это не с первого раза. Поэтому не думайте, что каждый, кто посетил ваш класс, сразу же все запомнил. Это даже клиентов касается. Поэтому здесь очень тщательно нужно людям повторять, повторять и как бы внедрять эту политику партии, нашей компании, вот эти все принципы. Дозировано постепенно, неоднократно. Повторять несколько раз. Я представляю вам королеву круга признания, Ирину Старичкову. Ирочка, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на этот семинарский год по доходам и какие...